На черно-белых фотографиях хорошо узнаваемые очки, черные брови и седая, как лунь шевелюра. Петр Монастырский в 50-х и в 90-х выглядел одинаково хорошо. Талантливый режиссер и импозантный мужчина, к нему всегда стремилась молодежь учиться, работать, ловить каждое слово мастера. 23-летняя дама не должна спрашивать у 24-летнего о его будущих планах. Ему дожить до завтрашнего дня, а она про планы спрашивает. Как в воду глядел. Петр Львович – личность во всех смыслах неординарная, боялся не дожить до 100 лет и хотел заранее отметить вековой юбилей. Творческий вечер должен был состояться в феврале этого года, но за несколько дней до праздника режиссер начал жаловаться на самочувствие и вечер отменили. С тех пор он практически все время проводил в больнице. 1 июля в половине 11 утра врачи констатировали смерть. Друзья и коллеги говорят, хоть и понимали, что Петра Львовича может вскоре не стать, все же надеялись на лучшее. Мы встретились на улице. Я видел, что он плохо ориентируется. Я его подвез на машине до подъезда. Мы долго стояли, разговаривали. Он не жаловался на то, что вот это не жизнь и существование. Я его всячески успокаивал, решил пошутить. Говорю, Петр Львович, знаете, что сказал один раввин? Он мне тут же, не задумываясь, ответил, что долголетие – это наказание. Перечислять награды и звание Монастырского можно долго. И народный артист СССР, и почетный гражданин Самары и Самарской области, лауреат государственных премий, педагог, режиссер. С 1955 года он воспитывал самарского зрителя, прививал театральный вкус. За 40 лет, что Петр Львович возглавлял самарскую драму, театр получил звание академического и прогремел на всю Россию. Актеры, работавшие с мастером, говорят, с ним было трудно. «Монастырский» ради спектакля мог вынуть из тебя душу, шутит Владимир Гальченко, но оно того стоило. Сегодня я потерял учителя. Он сделал из мальчишки, есть никто звать никак, артиста, подружил его с городом, город с ним подружился. И до последней минуты он отслеживал лично меня, он переживал за меня, он радовался за меня. То есть это человек, который сделал мне мою судьбу. «Монастырского» называли деспотом и сатрапом, гением, учителем, но все сходятся в одном. У него был острый ум и острый язык, режиссерский талант и театральный вкус, а еще неиссякающее чувство юмора. Я знаю, я плохо изучал филологию, плохо учил филологию и до сих пор не освоил, что значит мелкое городское хулиганство. Прощание с Петром Монастырским состоится в среду 3 июля в 11 часов утра в Театре драмы имени Горького. Марьяна Мирная, Владислав Манин. События.